я знал что просто так это не может кончиться и снова здравствуйте браво ребятушки приветствую вас на канале тимур докторов лайф и снова он пригласил олега алафа гудина чтобы мы поправили спиночку сейчас мы начнем хрустеть долбить стучать и будет очень много траста начнем с пробивания крестца сразу начинаем могу полегче начать все нормально да да мы сделали массаж до этого так что все мягко достаточно если пальцами больно то я иногда применяю более мягкие техники беру молоточек но при этом через мячик такой резиновый мячик специальный реакционный он толщиной как раз с размером с локоть попадает мягкое место вот сюда почувствует разницу мощнее но мягче да да так вот мы начинаем именно с простукивания почему для того чтобы расшевелить суставы которые будут потом хрустеть и соответственно еще больше декомпенсировать позвоночный столб дара совершаются соответственно видите под углом 45 градусов вперед и вниз в данном случае использую такую резиновую баночку она прикольно присвистывает терпимо да да так руки надо свесить стороны со стола пройдемся по реберам поперечным сочинением ну если нет у кого-то банки можно использовать теннисный мячик обычный зеленый теннисный мячик тоже достаточно мягко да ну честно признаюсь я больше по пальцам люблю бить потому что получается точнее удар конкретно через между естественными отростками ну как сильнее тогда да терпимо в принципе да вот тут может немножко ударить током в руки либо в шею так это все мы подготавливаем это костоправские техники ну да для декомпрессии при поднимите на локтях я подставлю подушку вот поясница все переваливается через нее достоверся полностью руки из-под себя и продаем теперь позвоночник для усиления будем работать с собственным весом выдох 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 в этом как все продолжаем хрустеть теперь голову в другую сторону там теперь раз не дохрустел сейчас дохрустел до слышал еще раз выдох вот молодец все вытерпел ножку расслабились сам поднимай годичку поясничку все расслабили продолжаем а скрутки такие вот и не держи много для все 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 висит висит максимально еще расслабляю ягодицу вот 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 так можно бедро еще поставить вот эту сторону терпим а да держись пожалуйста за торец стола там сам все держит все было максимально на вытяжение пускай 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 ну вот у нас она висит но чувство мощности не хватает поэтому добавлю сопротивление против положено дальше у кости еще раз так что держишь бедро бедро расслабил есть эти страшно с пальцами но да там право хорошо не буду трогать не сопротивляйся главное не сопротивляемся отпускает пускай стопу еще 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 и колено не сопротивляйся чё с пальцем пальцы болят или что не здесь нормально все нормально до потяну вот так вот с этой стороны ахилла сухожили расслабим и полностью расслабленная нога стопа шевелится раскручивается громко но не страшно не страшно как выставили пистонов таких он все действия были опа этим зубы больше палец расслабили стопу расслабляй еще я тебе подправлю сам ничего не делай мне не помогай не сопротивляйся и движение желательно не предугадывай плечико-плечико расслабили все громко было лежи контрольный выстрел в голову там дохрустили тут дохрустим коль живой давай другую сторону голову а потом поймешь что не заяц отпела знакомая фраза вот это было там как раз все выращивайся на бочок подписывайся на телеграм давно не рекламировался в телеграме да так эту ручку назад это вперед вот так что прям лежал голова лежит лежит тут ногу тоже назад а таз это чуть подвину к краю вот сюда все не будешь не падешь опускаем ногу и расслабились на выдохе даже крестец грустно реверанс на другой бочок вставляем шампур и переворачиваем тушку на противную сторону для прогревания равномерно со всех сторон таз немножко сюда висит нога висит расслабляемся еще три раз два три все 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 назад просто ложимся на стол продолжаем расслабляться хорошо тянется грушевидные мышцы не болит она нет все нормально да стопу опять напрягаешь стопу росла делаем быстро потому что все приемы уже давно отработаны главное тебе мне доверять верится верить и расслабляться поработаем с коленом туда-сюда поза полу лотоса называется бедро голень вери должна быть параллельно столу перпендикулярно позвоночнику 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 Приемов у меня очень много. Более 200 насчитываются. Я сейчас пишу на эту тему методическое пособие для мануальных терапевтов. Так что там будет очень много чего интересного. Давай назад подвигайся. Еще, еще, еще расслабился. Так, тут пальцы забыл. На это не трогаем, да? Здесь нормально. Здесь нормально, да? Так. Где моя там ведерко для оторванных пальцев? Подставим снизу. Да я шучу, шучу. Не будем отрывать. Спасибо. Оставим тебя целым и невредимым. Так, сделаем тогда вот так. Через кирпичик. Любовский кирпич. Поставим пятку на место. Еще чуть подвинься к голове. Бандерлоги, подходите ближе и ближе. Вот, растягиваются ахиллы сухожилия. Это я вам скажу, для чего я все это делаю. В норме у человека, когда вот мы ножки расслабили, бросили, они не должны сильно разваливаться в сторону. Вот это, например, видите, больше развалилось. Это значит, у тебя часть вот этого таза пошла на экстензию назад. То есть, когда она назад идет, нога разворачивается. Когда вперед, стопа разворачивается вперед. То есть, когда она вперед ушла, например, сюда, на флексию, тогда стопа будет вот так повернута у человека. Ну, изначально везде должны быть прямые углы. И большой палец, он должен смотреть строго вдоль берцовой кости на чашечку. Это должна быть одна прямая линия. Вот так должна быть стопа. У некоторых бывает вот так стопа. Он лежит, стопа натянута. Это значит, мышцы задние укорочены, передние расслаблены. У некоторых стопа бывает вообще вот так, вот туда прям загнуты, аж пальцы вот так загнуты. Это значит, икроножные мышцы расслаблены, а вот большая берцовая мышца, вот она, видите, надулась. Вот она напряжена. Для этого мы, вот для того случая, когда вот так стопа вытянута, да, расслабляем места крепления икроножных мышц, потянув человека за пятку. Вот мы ее вытягиваем, ахиллы сухожилия. И где мышцы крепятся под колено, вот там вот, вот они там выщелкивают. То есть, можно услышать щелчок не в пятке, а в сухожилиях вот здесь. Представляете? Продолжаем расслабляться. Скрутки продолжаются. И так же можно поставить колено. Чик, чик. А ты можешь держаться, кстати, там за торец. Да, чтоб было помощнее. Больно хватает или нормально? Да, нормально. Тогда расслабляйся. Бедро выщипнуло. Почувствовал, да? Ага. Захрустел. Чуть-чуть к тому краешку подвинься. Сейчас будет неожиданно. Не менее. Пошло, наверное, да здесь? Я это ждал. Но пошло. Ждал, но пошло. Не успел сказать, не надо, не надо. Да. Все. Руку расслабляем. Лежим. И к этому краешку подвинься. На вытяжание Все, расслабляем Он успел перерываться, да? Нет Пошло все равно, да? Да, да Будут на месте три пальца Да, даже на этот чуть-чуть Ого Ничего, сейчас мы их отрываем Оператор, подай, пожалуйста, корзинку для тоже моих пальцев Да и шучей не надо, не надо Все останется на месте Ой, отклонилась, что-то Пошли, тихо Причем Так, сейчас будет мощнейшая декомпрессия всего позвоночника за череп Так, вот так Поравняем Поравняемся Сейчас я тебя подровняю Подрихтую Подправлю Вот так Тазом вот так Плечи вот так Все было симметрично Древние грехи видели красоту в чем? Не помните? В симметрии У них все было симметрично И в архитектуре И в анатомии человека Поэтому мы тоже выравниваем симметрию Лежи, лежи, поднимай Так, в первый или во второй раз было? Во второй больше Во второй больше Дошло до грудного отдела, да? Да, вот на уровне Где-то вот тут примерно Пятый, шестой позвонок Как раз это были ременные мышцы Второй удар Второй толчок И я вот так вот голову твою поднял Натянув ременные мышцы, про которые ты жаловался Продолжаем расслабляться Сейчас я посмотрю Атлант Как у тебя, ну, в принципе, на месте Так Все, пока встаем А продолжим дальше на полу И снова всем привет Браво-репетушки Мои подписчики Я вас люблю, уважаю И дарю вам знания Постоянно свет в массы И поцеловечки Как взрывовер Расстреливаю всю аудиторию Сегодня вам Суши, карате Повар Тренер 80-х годов Олег Алавгудвин Покажет приемчики на полу Значит, кладем человека Ну, во-первых, многие приемы Совпадают с теми, которые на столе были Но сейчас мы посмотрим кое-что уникальное На бочок поворачивайся Скрутки на полу Нижняя нога прямая Обхватываем человека Бедрами Чтоб он Вот тут прямой угол держал Руки просто расслабил И скручиваем в разные стороны За таз И реверные Будет помягче Так будет, наверное Раз Два Далее скрутка Всей грудной клетки Коленом Продолжаем Стоя Взяв за руку И за другую руку Теперь Думаешь, мы тоже держать Так, чтобы плотнее было Переворачивайся на другой бочок Чтобы в другую сторону Прокрутить человека И чуть спускайся вниз сюда К ногам Поза та же самая Нижняя нога прямая Нижняя, нижняя Я уже плохо соображен Тут прямой угол Верхней ноги Руку назад Тут нам может помочь Наша, собственно, нога Выкручиваем человека Как стрелу И толкаем Таз По диагонали В сторону И можно пройтись по ребрам Исправляя человека Сколиоз Голову не поднимай Вот такие мощные техники У нас Теперь Ложись на живот Если у человека Люмбагу Это, как правило Нижняя часть спины Отсюда пошли Название позвонков L1, L5, L2, L3, L4 Вот А мы для этого Используем Вот такую простыню Я уже ее сложил В четверо Но в длину Продеваем ее Подтазовым костями Приподнимите немножко Ой Вот туда И она специально Видится плоская Чтобы не сдавливать ему Живот И костям было не больно Сейчас поднимаем Чуть-чуть Вот плотно обхватывает Видите Лежи, лежи Опускай руки Вот плотно обхватив Потянули За таз На себя Потянули Тянем плавно Корпусом своим Расшатываем Человек расслабляется Как, не больно? Нет Главное, чтобы я за таз В косточке схватился И когда он уже расслабился Мы это почувствовали Встаем поперек него Ноги чуть пошире Я знал, что просто так Это не может кончиться Просто покатали Просто Чувствую, что ты что-то подозреваешь Я слышу, что дорогу подозреваю И поясницу ему Выщелкиваем В противоположную сторону Соответственно В разные стороны Мы Толкаем руками И ногой В противоположную сторону Как я вам говорил Вот этого базиса Все кости, которые растут вниз А это таз Мы толкаем вниз Все, которые вверх А это позвонки Мы толкали вверх Так Вынимаем Двигаемся Чуть-чуть вперед Теперь Выдергиваем Бедро Бедро за голеностоп Для этого Плотно-плотно Вот так вот Обхватываем Голеностоп Чтобы он Не съехал Держится Да В противоположную ногу Упираемся в пятку И толкаем таз В ногу Таз в ту сторону А здесь Бедро вытаскиваем на себя Рашатали Рашатали И дернули Следующую ногу Теперь сюда По вот этой диагонали Рашатали И толкнули Ну тут может выщипнуть И колено И голеностоп Подкладываем Теперь под живот Вот это вот Оттянем туда Ложись И на выдохе Соответственно делается Вдох Животом Живот напрягай И выдох До конца До конца Чуть повыше Перешли Под ребра Уже Буду фиксировать Ну либо Ассистент держит За ноги Вдох Животом Выдох Вот так мы работаем С внутренними Органами Но и это еще не все Лежи Лежи Тимош Ты попал на ТВ Ты попал Да Ложись Ложись Расслабляйся Руки из-под себя Вытащи И пошире лучше Как говорится Если Я встану Ты у меня ляжешь Давай Поближе К грудному отделу Позвоночника Стулья нам помогают Обречь свой вес Поэтому не бойся Что я такой тяжелый Я понял К чему это шло Я упираюсь в стулья Расшатали Расшатали И как бы скользим Как лыжник С горы Вперед Извини Еще раз Ну видишь Я маневрирую Своим весом И даже ты выдержал Да Продолжаем Тема Люмбага Как нам Расслабить Вот эту вот Поясницу А тут же Много мышц Не только Квадратные Но и экстензоры Разгибатели Спины Значит Для этого Ставим человека В колено Локтевую позу Да Главное Соблюдать Прямой угол К полу И пошире Коленки Вот Поза стола Называется В йоге Для этого Мы продышиваем Именно Поясницей Заметьте Не грудной Отдел А поясницей Мы сгорбиваем Сначала Вверх Поднимаем И вот так Как кошка Немножко больше Поясницей Еще Вот На вдохе Вдохнули А мы Помогаем На выдохе Опускаем вниз Помогаем Хорошо Вдох Вдох Выдох Такая Тренировочка На расслабление Вдох Выдох И замечаем Что Одни мышцы Слева Менее надуты Чем справа Это прямо Явно Видно Значит Надо будет Еще поработать С правыми мышцами На расслабление Еще раз Или Смотрите Или он не ровно стоит На коленке Назад Назад Вдох Да Это он не ровно стоял Вот видите Выровнялась спина Всего лишь Отставил колено Чуть-чуть в сторону И уже Перекос пошел Ну у нас Демонстрационная роль Это же нереальный Больной человек Но Такие люди Они очень Трудно передвигаются Постоянно держатся за спину Поэтому там С ними тяжело работать Вот немножко Упражняясь Вот так вот Теперь его ставим Именно в колено-локтевую позу Придерживая таз на месте А ты стоишь на локте И соблюдаем Чтобы прямой угол был в пол Видишь Опять немножко ты сдвинулся Давай вперед Чуть Вот так вот Прямой угол бедер в пол Теперь ложись на грудную клетку Руки вперед Выдвигай Да-да-да-да-да Я его тебя держу И вот тут мы начинаем растягивать его Вытягивая И мышцы И позвонки Вытягивали Повибрировали С упором в таз Прокачали Прокачали Простучали Чтобы снять напряжение С суставов Которые собственно говоря И хрустят И теперь сам прием Держим бедрами за таз И вытягиваем На компрессию Позвонки На выдохе Выдох Еще раз выдох Еще раз И еще Вытянем Мягко помогаем Человеку подняться И да И теперь можно вставать Обычно такие люди С трудом встают Надо помогать Я тоже с трудом Все приемы на мне Ну и это еще не все Продолжим на 100 лет Только с торца Опускаемся Вот этими косточками На уголок подушки Живот повисает Дальше И они натягивают Своими руками Своё тело Вперед Оттуда А ноги при этом Просто висят От коленки с обмотой Ноги болтаются Так и хочется Да? Ну можешь нажать Если хочешь Давай попробую Так лечь Тянись Тянись Натягивайся За стол Держусь За края Да Вот и натянулся Ноги повесил Сейчас расслаблены Расслаблены Ель Вот И мы прорабатываем Соответственно Отодвигая таз Вот он уже Растянулся Да? При грыжах Это тоже очень полезно Отстукиваем таз Назад Ну если так больно Да? Через свою руку Либо через полотенце Нужно Позвонки Разжимаем Я очень быстро Мастерусь Прошло Пали Растерли И теперь Диагонально Раздвигаем его Можно помочь себе Соответственно Ногой Растянули 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 Вот И теперь После щелков Человек медленно встает За счет силы рук Возвращается обратно На руках На руках На руках Продвигай ноги Выправляйся Ну и вот Наконец-то Друзья Завершим Некоторыми Корректировками Стоя То что не доделали Лежа на полу Или там Как-то сидя Можно поправить Стоя Например Расшатать С него Плечики За локоток Все висит Как веревочки Болтаются Руки За локоток Поднимаем Выпрямляем Сколиоз Я для этого Стою не по центру А именно сбоку Чтобы растянуть Именно правую часть С выдохом За левую ногу Вверх Коленку Смотри на плакаты Тут Играет Принцип Нейровизуального Программирования На какие кости Он смотрел Те кости И проработали В данном случае Были тазовые И поясничные Нету Правую Правую И расстегни Человека Как гармошку Расслабься Теперь руки В замок Сюда На шею Размениваем Все вот так Чуть-чуть Так Локти своди Сгорбись Вот так Подам Позвонку Вниз Нагибайся Ещё 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 Вот так Вот до сюда И выдох Ещё раз Выдох Держи Держи Вверх И вот мы Полностью Распрямили Стал прямой Как будто бы Лом проглотил Так Ну вот Дорогие друзья Как ты себя чувствуешь Всё В порядке Вроде Всё на месте Работает Закончили Плечи вровень Видите Левое Правое На одном уровне И соответственно Ну я уже просто протестировал Его до этого Поэтому всё понятно С вами был Олег Лавгудвин И Тимур Докторов Спасибо за просмотр Всё отлично Давно не были Вернулись Всё так же Всё так же Качественно Проработали Новые приёмы Добавились Было интересно Ставьте лайк И пишите комментарии Ведь мы же их читаем Пока-пока